И как сейчас трактуется дихотомия J-дробь P? J-P – это же judging-perceiving, это же рациональность и рациональность, если взять и перевести напрямую. Но оказывается, что здесь эта дихотомия привязана в MBTI и к первой функции. Первая функция – это в соционике, если тип, допустим, логики или этик, то он обязательно будет рационал, то есть J. Там в MBTI не так. Вы можете быть, допустим, интуитивно-логическим интровертом, то есть как бы вы P, но у вас ведущая вторая функция оказывается. То есть это вопрос специфический, сейчас я не хотел бы разворачивать это. Может быть, надо посвятить соотношению MBTI и соционике отдельную, кстати, встречу. Потому что, безусловно, половина типов, оказывается, не совпадают с нашими. И это касается всех интровертов. Почему-то у экстравертов J-P не переключается, если переходим на нашу систему, на соционику. А если мы переводим соционику, то надо переключать, если мы по функциям идем. Но если мы описание в целом берем, то иногда некоторые типы в MBTI-описаниях промежуточные оказываются. Если, например, описывается типоинтуитивно интроверт, гуманист, то он языком соционики наполовину лирик, наполовину гуманист какой-то вот нечеткий с нашей точки зрения. То есть некоторые типы, которые описаны в MBTI, как такие-то, на наши переводятся с большими-большими искажениями. Их нельзя жестко поместить ни туда, ни сюда. То есть да, вот эти несостыковки существуют. И просто из-за того, что те сторонники MBTI, которые были и пришли в соционику, они уже стали на нашей позиции. Я имею в виду с теми, кто я, с кем я контактирую. Вот те поняли, что соционика права, и не надо этот J-P, этот свеч, J-P свеч, не надо. Вообще-то как бы излишнее усложнение, и в действительности система более четкая и правильная. Соционическая, вот они изучили MBTI, они изучили соционику, вот они у нас на курсах, вот они занимались диагностикой. И они пришли к поводу, что соционика четко описывает, а там многие типы оказываются размытыми. Непонятно, вот как у них, допустим, тип сенсорно-логический интроверт, да. Вот сенсорика первая функция, а у них оказывается в качестве первой функции у сенсорно-логического интроверта или доминирующая функция, они называют первая, вторая. Они называют доминирующая функция, у сенсорно-логического интроверта оказывается логика почему-то, да. Видите, несоответствие. У нас сенсорика ведущая функция у этого типа, у них логика. И таких вот несоответствий много, честно говоря. Ну, это вопрос специфический для тех, кто уже подготовлен, знает модель MBTI, нашу модель, модель A, модель G. Тогда вот ему понятно. Я боюсь, что люди, которые знакомы только с моделью A, могут и не понять, о чем вообще идет речь. Поэтому вопрос специфический. Давайте его, наверное, отдельно рассмотрим для тех, кто любит копаться в моделях.